Дорогие друзья, с Новым Годом! Ведущего песни года называли главным джентльменом телеэфира. В Останкино приходили мешки писем, в которых женщины со всего Советского Союза признавались Меньшову в любви. Жанин образ свой – это мачо, это красивый мужик с мужским отношением, поведением, с мужской интонацией. У него было множество друзей, его любили и уважали коллеги, но они не знали о страшной болезни. Он снимался, он больной ходил, снимался, он стоял до последнего, как артист. Москва, 22 мая 2015 года. Возле ворот Троекуровского кладбища стояла небольшая группа людей. Вдова Евгения Меньшова не стала сообщать о смерти мужа даже его близким друзьям. Она хотела, чтобы проводы ее любимого человека прошли максимально тихо и незаметно. Она сказала, чтобы никто не был и чтобы никого не было. Но я все равно приехал с друзьями к нему на пухороны. Почти на всех фотографиях Евгений Меньшов улыбается и выглядит счастливым, уверенным в себе человеком. Он всегда заботился о внешнем виде и выглядел, как говорят, на миллион. И хоронили его в закрытом гробу. Диктор центрального телевидения, заслуженная артистка РСФСР Ангелина Вовк. И артист театра и кино Евгений Меньшов. Евгений Меньшов стал ведущим песни года в 88-м году. В разные годы музыкальный телефестиваль вели Игорь Кириллов и Анна Шилова, Александр Масляков и Светлана Жильцова, Юрий Николаев, Татьяна Веденеева. Если Ангелина Михайловна Вовк была утверждена сразу, то партнеры ей искали определенное время. Передачу снимали одним дублем сразу 8 телекамер. И Меньшов никак не мог понять, куда ему смотреть и как себя вести. Ангелину Вовк это раздражало. Она постоянно делала ему замечания, говорила о его непрофессионализме и даже просила найти ей другого партнера. Она не все сначала хотела ему раскрывать. Вообще думала, что его сейчас быстро уберу. Но вы знаете, какая была обратная связь замечательная? Зрителям он понравился. Они стали писать письма и говорить, что вот хороший появился рядом с Вовк, ведущий. И он очень понравился матери Ангелины Вовк. Ведь она давно мечтала, чтобы красивая дочь наконец обрела личное счастье. Мама увидела программу, где Евгений Меньшов смотрит на нее своим глубоким взглядом. Она говорит честно о том, что Ангелина, никто из мужчин никогда не смотрел на тебя так. Вовк была замужем за чехом Инжихом Гетцем, сказочно богатым мужчиной. Он построил для любимой трехэтажный дом в Праге. Но Вовк бывала там лишь наездами. Прощаться с Москвой она не хотела. Здесь было главное в жизни телевидение, аплодисменты. И советские зрители полагали, что у Меньшова и Вовк роман. Она так немножко поглядывает в него, ну, как бы, ну что, молодой песик, давай, сыночек. Ну, нет, даю тебе первому слову. На самом деле, как он говорил, и как я, вот так понимал, что рампы тухли, вот, и у них начиналось обычно у каждого своя жизнь. За свой импозантный вид и рыцарскую галантность в редакции музыкальных программ Останкина Евгений Меньшов получил прозвище Марчелло. И оно ему очень нравилось. А то, что вы сошли со мной, я сожалею и весьма. Он красавчик какой красивый, стройный, подтянутый, ухоженный. Женщины просто там, табунами за ним ехали. Первой женой Евгения Меньшова стала его однокурсница по школе-студии МХАТ Наталья Селиверстова. Ее прославила роль Лизы Савельевой в бесконечном советском сериале «Вечный зов». Антон пришел. Живой. Она была такая, как сказать, настроена на свой актерский путь. Что я не могла сказать о Жене. Попеть на гитаре, понимаете, пошутить, агитоту рассказать, где-то собраться, пить, всю ночь танцевать и так далее. Был Женя такой. И только приходится Наташа. Вместе они прожили 18 лет, но у пары не было детей. Не позволило здоровье Натальи. Много лет она думала исключительно о карьере. Актерицы, порой, очень многие актерицы театра не понимают, что главное не театр, а семья и дети. Театр – это второстепенные. Многие не понимают, и в конце жизни они приходят, как старухи к разбитому корыту. Но брак разрушила не бездетность Натальи, а измены Меньшова. И однажды он признался супруге, что встретил другую женщину, и это очень серьезно. Легко простился с квартирой, с шикарной библиотекой, которую собирал два десятка лет, и развелся. Фильм «Предел возможного» стал последним в биографии первой жены Меньшова. Развод Наталья переживала очень тяжело, замкнулась в итоге в себе и ушла из профессии. Жены вообще его боготворили. Все травы. Даже от которого он ушел, от Натальи, он тоже ничего плохого не сказал. Сначала фестиваль песен задумывался, как новогодний концерт соревнования. Главный режиссер центрального телевидения Нина Григорянс решила, что участников должны выбирать сами зрители, а подводить итоги нужно в первый день Нового года. В Останкино стали приходить мешки писем. Вести фестиваль назначили двух суперзвезд отечественного телевидения Анну Шилову и Игоря Кириллова. Телевизионный фестиваль «Песня 71» объявляется открытым. Для молодого солиста гостелерадио Льва Лещенко это было одно из первых выступлений на большой сцене. Не плачь, девчонка, пройдут дожди. В начале 80-х песню года доверили вести журналистке и поэтессе Татьяне Коршиловой, а на сцене ей помогали соведущие Александр Масляков и Муслим Магомаев. С Новым годом, дорогие товарищи! Сердечно приветствуем вас в концертной студии центрального телевидения. Для Татьяны Коршиловой песня 81 оказалась последней. Ей было всего 35, когда она погибла в автокатастрофе, спеша на съемки очередной программы. И это она придумала, что в программе должны принимать участие неизвестные широкой публике исполнители из союзных республик. Так вся страна узнала о талантливой грузинской певице Тамаре Гверцетели. Главные рекордсмены песни года София Ротару, Лев Лещенко и Иосиф Кобзон. На троих у них больше ста финалов. А самым необычным выпуском стал тот, что снимался еще в Советском Союзе. А на экраны он вышел уже в Новой России 1 января 1992 года. В нем Евгений Меньшов и Ангелина Вовк запели. Новый год, Новый год Пожелать родим вам счастья Из семьи Евгения Меньшова увела юная красавица Лариса Барушка. Они познакомились в театре имени Гоголя и влюбленных не смутила ни 16-летняя разница в возрасте, ни отсутствие собственного жилья. Женя на нее смотрел, как на богиню. А в ней что-то такое царственное всегда было. Она так вот так гордо сидит. И он так на нее смотрел. И, боже мой, как хорошо. Поначалу Меньшов и Барушка жили в ее комнате в коммуналке. Спали на полу, бросая одеяло на газеты. Но были очень счастливы. Лариса исполнила мечту актера. Родила ему сына Сашу. И они часто вспоминали, что их знакомство началось с необычной просьбы Евгении. Она говорит, Женя, когда ее как бы вот ну или преследовал, или вот там все время она идет, а он там сзади идет за ней. И она говорит, я его спросила, что вы от меня хотите? А он ей сказал, я хочу от вас ребенка. Одна из самых ее ярких киноролей Амалия Бежицкая в телефильме «Азазель». Бедный дурачок. Который даже не понимает, во что он ввязался. И только самые близкие знали, что во время съемок актриса уже была серьезно больна. Даже почувствовав недомогание, Барушка не спешила в больницу, не желая тратить время на посещение врачей. Первым на ее странное поведение обратил внимание муж. Лариса приходила домой, садилась в кресло и могла часами смотреть в одну точку, совершенно не реагируя на то, что происходит вокруг. Я со стороны сейчас понимаю, что у нее приходила слабость, энергия уходила, она не понимала, что происходит, к врачам не хотела обращаться. А потом, когда обратилась, было уже поздно. Рак шейки матки, который у нее обнаружили врачи, на первых стадиях почти в 100% случаев можно вылечить. Но болезнь оказалась запущенной. Когда Женя узнал, он с головой бросился. Во все, что сделать все возможное и невозможное. Все врачи, ученые, доктора, экстрасенсы, все, он все использовал. Но было поздновато. Страшная новость потрясла Меньшова. В начале нулевых ему самому поставили диагноз рак простаты. Он уже был болен. И он знал об этом. И когда он видел, как уходит Лара, он предполагал, что он тоже будет такой. Но он по-прежнему выходил на сцену с фирменной улыбкой и в безупречном костюме. Итак, положение в первой строчке хит-парада дает исполнителю право участвовать в фестивале «Песня года». И сразу после записи спешил домой к умирающей жене. Он обращался к лучшим израильским врачам. Но они отказали ему, сказав, что могут сделать для Ларисы не больше, чем их российские коллеги. Умирала Лариса долго и мучительно. Боли были невыносимые. Он сказал, говорит, Лен, вот она просила вот это вот, ей помогало, чтобы у нее не болело. Вот, и она так меня благодарила, она у меня руки целовала, она там так, говорит, она так была счастлива, что мы вот это ей вкалываем что-то, чтобы ей больно не было. Умерла Лариса Барушка, когда ей было всего 43 года. Позже Меньшов поставил жене памятник из белого мрамора с ее профилем. Он очень ее любил. От затяжной депрессии его не спасала даже любимая работа. Он перестал доверять врачам и в какой-то момент махнул рукой на собственное здоровье. Безумно переживал уход второй жены, Ларисы Барушкой, и он вообще как-то потерял, может быть, даже ориентиры. Москва, 22 мая 2015 года. В мир иной Евгения Меньшова провожала третья жена Ольга Грозная, которая уже давно не походила на саму себя. Она так переживала, что она даже забыла о своем внешнем виде. Я ее встретил на улице, не стал подходить, потому что Оля изменилась. Она потеряла какой-то смысл в своей жизни, у нее был потухший глаз. Это был третий брак Евгения Меньшова. Он женился на Грозной через полтора года после ухода из жизни второй супруги. Ольга была на 19 лет младше. У нее подрастала дочь от первого брака. Она стала популярной благодаря программе «Времечка». И ей очень нравилась эта работа. Дай Бог каждому человеку, чтобы они испытали в своей жизни, ну, может быть, не 20 лет, не 10, но хотя бы 5 лет у любого человека было такой яркой и счастливой жизни. Вот он был по-настоящему счастливый, потому что они купили шикарную квартиру, замечательную, прямо в центре, в очень элитном доме. Он ее вывозил, куда она хотела. Но после свадьбы они недолго выходили в свет. Ольга перестала вести телепрограмму. А Меньшов практически перестал общаться со своими старыми друзьями и коллегами. Она очень многих обрезала. Да почти все. И я с ним уже практически мало общался. Их даже так вот так где-то, если встретились, там, в Дом кино, в Дом литератора или еще где-то, а так уже таких вот, как в душевных встреч, там, с гитарой, таких уже не было. Евгений Меньшов родился в 1947 году в Горьком, нынешнем Нижнем Новгороде. Его отец, фронтовик, умер, когда сын пошел в первый класс. Воспитанием маленького Жени занимались мама и бабушка. Обе женщины работали на автомобильном заводе. Убирали знаменитую «Волгу» и рассчитывали, что сын станет инженером, будет работать на этом же заводе. Меньшов очень любил футбол, но все же победила тяга к кино и театру. Он успешно закончил Горьковское театральное училище. Его товарищу Юрию Крупину директор училища дал рекомендательное письмо в школу-студию МХАТ, и он подался в Москву. Автора письма Виталия Лепского хорошо знали в театральных кругах. Он первым открыл талант Евгения Евстигнеева, и листок с его подписью по сути был пропуском на столичную сцену. Но по приезду в столицу Крупин обнаружил, что письмо пропало из его чемодана, и просто разрыдался. И оказалось, что письмо украл и воспользовался им потом Евгений Меньшов. Вообще у него какая-то странная судьба, потому что он закончил школу-студию МХАТ, но его не взяли в какие-то театры центральные, и тогда театр Гоголя оказался такой периферийный, где-то около вокзала. Зрители не очень туда ездили. В театре имени Гоголя зарплата у молодого актера была 75 рублей. А жить хотелось красиво. 75 минус 5 рублей подоходные, 5 рублей, чем тогда и бездетные. Как на эти деньги жить, молодой актер? А надо и пластинки покупать, и одеваться прилично, ходить на выставки. Меньшов крутился как мог, снимался в телеспектаклях, подрабатывал конферансье, пел и подыгрывал на гитаре на творческих вечерах Евгения Леонова и очень ждал, когда его наконец-то утвердят на главную роль в кино. Одним из первых фильмов Меньшова стали легендарные «Азури здесь тихие». Роль ему досталась эпизодическая «Туриста у костра». Ибо все это наше, и пусть не мешает нам быть дикарем. Потом было много фильмов, в которых он играл в основном военных. И слава пришла к Меньшову после выхода на телеэкраны мелодрамы «Мелодия на два голоса». Раньше я в Мариной роще жила, теперь тут. Квартиру дали. Уважают, потому и дали. Советским женщинам очень понравился слесарь Воробьев, сыгранный Евгением Меньшовым. Актера стали узнавать на улице. Каждый день ему приходили письма с признаниями в любви. Какая благородность, красота, тонкие черты лица. И где бы он ни появлялся, он любой фильм украшал. Довелось Евгению Меньшову сняться и за рубежом. В американском сериале «Петр Великий» он сыграл Федора Апраксина, ближайшего сподвижника Петра. Партнерами по съемочной площадке у Меньшова были Амар Шариф, Лоуренс Оливье и оскароносный Максимилиан Шелф. Государь, на нас напали. Возможно, стрельцы, но депеша не пострадали. И когда актеру утвердили на роль ведущего «Песни года», он до последнего сомневался, стоит ли рисковать театральной и кинокарьерой ради сиюминутной, как ему тогда казалось, славы. Я думаю, конечно, это легче. Вот я вам говорю, как уже поживший жизнь, объявить Машу Тютькину проще, чем сходить с ума над ролью и сделать так, чтобы все сидели в зале или плакали, рыдали, или хохотали до упаду. По соцопросам советских времен главными программами для наших граждан были две – «Время» и «Песня года». Ее очень ждали. Каждый эфир был грандиозным событием в жизни любого семейства. Выводили на сцену самых лучших представителей СССР, самых мощных, самых талантливых людей, которые только были. И по количеству восторженных писем от телезрителей вне конкуренции были Алла Пугачева и лауреат премии Ленинского комсомола София Ротар. «Аист на крыше! Аист на крыше! Мир на земле!» Все знали об их взаимной неприязни и о том, как они делили славу. Обе весьма ревностно следили за успехами друг друга. Темперамент и характер были у Пугачевой сильнее, чем у Ротару. Но сделать с соперницей она ничего не могла. Все решал всесильный председатель Госкомитета по радио и телевещанию Сергей Лапин. Одним розчерком пера он мог вырезать из песни года любого артиста, поставив крест на его карьере. Может, Пугачева бы и не хотела, чтобы Соня пела Ротару. Но она не могла это никак никому сказать. Она не могла позвонить Лапину и сказать, «Я Соню Ротару не хочу видеться». Вот если бы она это сказала, скорее всего бы ее убрал, ее Пугачеву убрал бы Лапин, а не Ротару. Понимаете? В 1987 году на «Песни года» случился грандиозный скандал. Во время записи выступления Аллы Пугачевой певице вдруг не понравилось, как ее снимает оператор. Она стала ему объяснять, как нужно работать, и не стеснялась в выражениях. Оператор оказался парнем с характером и просто съемку остановил. Руководство телепрограммы встало на сторону своего сотрудника, и Пугачева этого не простила. Она несколько лет не участвовала в «Песни года» и в отместку организовала собственные рождественские встречи. Но главной музыкальной программой страны все же оставалась «Песня года». И если наш песенный фестиваль доставляет вам радость, то это самая большая награда для нас, его ведущих. Евгений Меньшов рассказывал друзьям, что работа в «Песне года» помогла его семье пережить 90-е, которые по другим артистам ударили больно. Кино перестали снимать. Артисты вообще никому не нужны. Кино вообще никому не было нужно. Тягостное было то, что вдруг я увидел на улице роющихся в помойках людей. Вот это было для меня просто страшно. И я задавал себе вопросы, что неужели мы дошли до такой степени падения, что так вот относимся к этому, совершенно спокойно проходя мину, видимо, этих погибающих совершенно людей. В 95-м он ушел из театра, хотя держался за него до последнего. Ему было стыдно играть в пошлых комедийных спектаклях, которые делали кассу. Но об этом он говорил только самым близким. Каким причинам мне бы не хотелось говорить, но это быстрее творческие причины. В 90-е приглашение на запись итоговой «Песни года» стало хорошо конвертируемой валютой, за которую можно было получить любые услуги. Поэтому в первых рядах концертной студии Останкина часто сидели не только знаменитые композиторы и поэты, но еще адвокаты, главврачи и директора крупных магазинов. И Меньшов всегда щедро делился полученными контрамарками. Как он любил фразу одну, это очень смешно было. Я прихожу в магазин, там что-то покупаю, там то-то, то-то, они на меня, значит, не смотрят, и вдруг идет процесс узнавания. И вот это он так это отыгрывал каждый раз. Идет процесс узнавания. И все. И мне это, это, то, все. Ему нравилось, что его узнают. Ему нравилось, что он ведет эту песню года. Москва, 22 мая 2015 года. На прощание с Евгением Меньшовым пришла маленькая группка людей. Его жена, Ольга Грозная, не позвала его друзей и близких, не было прессы, и она не хотела ни с кем говорить. Как не сыграешь, как она, вот это отчаяние, когда Женю хоронили, когда она была просто в отчаянии. Она говорила, что жила с ним, как в раю. Супруги много путешествовали. Меньшов был щедрым, преданным и нежным мужем. Но почему она сделала то, чего многие ей не могут простить до сих пор? И Меньшов умирал не дома. После смерти супруга Ольга Грозная покидает страну. Она отказывается давать интервью и фактически закрывает для себя эту тему. В 2006 году легендарному фестивалю «Песня года» исполнилось 35 лет. И у программы поменялся художественный руководитель. Им стала Алла Пугачева. Готовился грандиозный концерт. Евгений Меньшов его очень ждал. И актер еще не знал, что это последняя «Песня года» в его телевизионной карьере. А это единственное, что его кормит. Трагедия? Трагедия. Юбилейная «Песня года» превратилась в настоящий бенефис Аллы Пугачевой. Вы сами выбирали эти песни. А для Евгения Меньшова и Ангелины Вовк это был день невероятного унижения. Хотя начиналось все неплохо. Примадонна была к ним добра. Ну идите же сюда, идите! Любимцы народа! Ангелина Вовк и Евгений Меньшов! Так сначала они начали концерт, а потом их стали убирать, убирать, убирать. Прямо по ходу представления. Алла Борисовна все чаще и чаще выходила. Это было, конечно, неприятно. Для Меньшова и Вовк поставили два стула за кулисами и дали один микрофон на двоих. Они должны были объявлять певцов, выходящих на сцену. Но вскоре Пугачева решила, что прекрасно справится с этим сама. Зрители знают и любят ее. На сцене актриса, и я горжусь знакомством с ней. Кристина Арбакайте. Накануне записи концерта Евгений Меньшов и Ангелина Вовк приехали к Алле Пугачевой, чтобы обсудить сценарий, порядок выхода артистов на сцену, отработали реплики, решили, кто кого объявляет, все предложения телеведущих были учтены. Ну, когда началась запись передачи, и Ангелина, и Евгений вдруг поняли, что, так сказать, их в этом сценарии нет. Меньшову и Вовк доверили объявлять лишь рекламные паузы. Пара слов, и они отправлялись сидеть на стульчике за кулисой. Сидят и сидят, и сидят, и сидят, и сидят. Что-то сняли, сидят и сидят. И они пришли на работу, как актер без ролей, сидят в репетиционном зале, смотрят, как другие играют. Пугачева взяла все на себя. Она на ходу поменяла сценарий, и двое ведущих были в настоящем шоке. Они вели эту программу 20 лет. За что у них отобрали слово? Впрочем, Пугачева сжалилась и позволила Евгению Меньшову объявить саму себя. Что за надежды? Поем Алла Пугачева! Он говорит, она как-то неадекватно отнеслась, что их принимал в зал на бис Ангелину и Евгения. Первой не выдержала Ангелина Вовк. Она сказала своему многолетнему партнеру по сцене, мы тут никому не нужны, ты как хочешь, а я ухожу. Вслед за Вовк, не дожидаясь финала съемок, уехал и Евгений Меньшов. Когда Пугачева зашла за кулисы и стала их искать, то увидела пустые стулья и рассыпанные по полу листки с никому не нужным сценарием. И немалую роль в этом конфликте сыграли сплетники, которые накрутили Меньшова и Вовк и выставили Примадонну настоящим чудовищем. Кто-то из доброхотов за спиной сказал, что да, она же их просто мочит, и оба решили, что, ну, а чего навязываться, и покинули, так сказать, запись передачи и вообще саму передачу. Евгений Меньшов и Ольга Грозная очень любили друг друга. Но вот Ангелина Вовк прохладно отнеслась к этому браку. Она дружила со второй женой Меньшова, которая рано ушла из жизни. И, возможно, считала Грозную менее достойной женщиной, чем Лариса Барушка. Ангелина Михайловна, она острый на язык. Может быть, она говорила свою правду. Может быть, Ольга, она тоже властная женщина, и ей что-то не понравилось. После женитьбы на Грозной у Меньшова испортились отношения с сыном от предыдущего брака. Саша очень переживал смерть матери и не смог принять новую жену отца. У него такой еще период был, что он совсем был неокрепшим. Что такое, 16 лет мальчик. Ну, конечно, он очень переживал. В детстве Саша пережил очень сильный испуг. Клоун в цирке лопнул возле него воздушный шарик. Мальчик стал сильно заикаться. Родители приложили много сил, чтобы избавить его от этой тяжелой проблемы. Но смерть матери стала для него новым потрясением, и он почти перестал разговаривать. Понемногу парень вернулся к нормальной жизни, но мачеху так и не принял. Хотя она очень хорошо к нему относилась. И к Евгению, и к Александру очень хорошо относилась. Но он не воспринял. Покинув «Песню года», Меньшов ненадолго стал худоруком частной кинокомпании. Театральных ролей в его жизни больше не было. И здоровье Меньшова стало стремительно ухудшаться. Он очень похудел. Выглядел все время уставшим. Он оставался симпатичным, поджарным, худощавым таким. Я всегда говорю, Женька, мне бы твою элегантность. Он говорит, ты чем завидуешь? Я говорю, ты посмотри, какой ты ковбой. Он говорит, Володь, не надо. Я говорю, у меня видишь, тут пузо растет. Он говорит, живи со своим пузом мирно. Рак вернулся и развивался. Меньшов жил от больницы к больнице. Все меньше выходил из дома. И становился все слабее. Его мучили боли. В конце 2014 года его жена решила, что лучше, если смерть он встретит в хосписе. Это не его желание. Я не знаю, как Оля решила, но я бы своего человека никогда не знал. Принцесса, это вы. Долгие годы никто не может представить себе в роли медведя в обыкновенном чуде никого, кроме Александра Абдулова. Но им мог стать и Евгений Меньшов, который прошел к этому фильму пробы. Но Захарову они не понравились. Это был для него удар, потому что он все-таки всегда себя позиционировал как артист. Но благодаря обыкновенному чуду он подружился с Абдуловым. Это были двое красивых, имевших большой успех у женщин-мужчин. Москва, 5 января 2008 года. В тот день к Ленкому пришло 20 тысяч поклонников Александра Абдулова. Звезды, важные чиновники, простые люди. Плакали и женщины, и мужчины. Трагедия, это утрата, это национальное горе. Александр Абдулов не любил ходить по докторам. И даже когда начал стремительно худеть, объяснял это собственной загруженностью. Каждый день его мучили страшные боли в спине, которые он глушил горстями мощных обезболивающих средств. Несмотря на все свои многочисленные романы, Абдулов в последние годы выглядел холостяком, лишенным заботливой женской руки. Какой-то запущенный, с больной кожей лица, часто грязными волосами. Мы как-то замечали, что он стал резко терять вес, но списывали на то, что он очень мало ел. Вообще практически не ел. У него, говорит, ну нет у меня аппетита, и все. То есть его заставляли мы что-то съесть обязательно. Но вот на это мы списывали. А оказалось, что у него процесс уже, как говорится, шел в полном ходу. У Александра Абдулова была обнаружена огромная опухоль легких. Артист отправился в Израиль. И врачи там подтвердили страшный диагноз, поставленный в Москве. Рак. Четвертая стадия. Метастазы почти во всех внутренних органах. Сначала израильские врачи хотели сделать операцию, но потом решили, что на этой стадии рака она бесполезна. И провели актеру два курса химиотерапии. Абдулову стало лучше. Он снова начал балагурить, смешить всех вокруг и строить грандиозные планы. После поездки в Израиль у него возникла какая-то такая волна подъема такого. И мы все очень надеялись на то, что он выкарабкается. Он только обрел семейное счастье. У него родился ребенок. Но смерть уже стояла рядом. В последние дни ему не помогали даже огромные дозы наркотических средств. Мучения были невыносимы. Гроб с телом артиста на руках вынесли из театра его друзья. По традиции на кладбище его проводили аплодисментами. Болезни смерть Абдулова как будто придавили Меньшова тяжелой плитой. Ведь он тоже в начале нулевых пережил схватку с раком. И постоянно думал о том, что может случиться рецидив. Как он все время говорил, что ну это у меня там почки шалят, там еще что-то. Но все уже понимали, что какой-то диагноз немножко другой. Немножко другой. Песня года с записи, которой ушли Меньшов и Вовк, стала звездным часом артистов, в советское время которых на сцену бы никто не пустил. Сережа, что это за стриптиз? Ни с Пугачевой, ни с Игорем Крутым, который выкупил права на «Песню года», Меньшов после этого конфликта больше ни разу не общался. Женя, и потом даже его дальнейшая болезнь, я не исключаю этого варианта, что он так мог это переживать, как по-актерски, ну 20 лет, условно. И потом раз тебе сказали, слушай, иди отсюда. Так нельзя. Нельзя. Постоянным участником «Песни года» был Иосиф Давыдович Кобзон. Наш фестиваль и этот певец неразлучны. Кобзон был больше, чем народный артист Советского Союза. Он был главным авторитетом нашей эстрады. С ним хотели дружить все артисты. Иосиф Давыдович всегда мог помочь в трудную минуту. Разруливал любые конфликты, лечил, давал деньги, выбивал места на престижных кладбищах. Когда стало известно о смертельной болезни Меньшова, Кобзон твердо сказал – лечись в России. И добился, чтобы Меньшова лечили лучшие специалисты в онкологическом центре на Каширском шоссе. И видел телеведущего даже за несколько дней до смерти. Меньшов был с ним очень откровенен. Он говорил Иосифу Давыдовичу. Ты знаешь, говорит, Иосиф Давыдович, я больше всего на свете сюда боялся заболеть онкологией. Он тебя так боялся заболеть онкологией. Больше всего на свете. Новость о том, что Меньшов тяжело болел и почти год перед смертью провел в московском хосписе, стала для большинства его друзей настоящим шоком. Москва. Ноябрь 2014 года. Каждый день в хосписе был похож один на другой. Врач спрашивал о самочувствии и принимал решение, какую дозу обезболивающих средств сегодня дать больному. Большую часть суток Меньшов дремал. Навещала его только супруга. Я этого не знал, что она его отдала в хоспис. Это плохо. Это плохо. Близкий человек должен уйти из жизни, из своего дома. А другие говорят, что решение это было верным, хоть и далось Ольге Грозной очень тяжело. Дома обеспечить круглосуточную медицинскую помощь человеку с терминальной стадией рака невероятно трудно. И душевная боль близких просто невыносима. Осуждать человека, Ольгу, я не могу. Может быть, она не прожила столько долгих лет, сколько я с Колей. И, может быть, ей тяжело было представить, как ухаживать вот так вот, с таким человеком, который прикован, все. Но осуждать всегда просто. А вынести гораздо сложнее. Умирал в хосписе и другой знаменитый телеведущий Олег Марусев. Он ушел из жизни в апреле 2021 года. Звездой он стал в 90-е. Марусев сам придумывал и продюсировал телепрограммы. Есть ужас в том, что Вячеслав Малежек заговорил. А это молчаливая игра. Он заговорил. И я не могу принять ни один ответ. В середине нулевых Марусев решил завязать с телевидением и вернулся в театр. Своё решение он объяснял отсутствием куража делать что-то новое. Я никогда не работал на телевидении. Я просто с ним сотрудничал на протяжении многих лет. Когда-то оно мне было интересным, потому что оно было изобретательным. На сцене Марусев словно заново расцвел. У пожилого актера открылось второе дыхание. А потом Марусев вдруг влюбился и оставил свою пожилую верную жену. И сделал гражданской женой молодую брюнетку, имя которой никто и не запомнил. И все спрашивали, кто эта женщина, которая много моложе вас. А он говорил, это... Что же он говорил? Он её называл исключительно мистер Икс. Мистер Икс. Это мой мистер Экс. А то он поменял замки в квартире. И он просто отказался пускать. Это Алла. Мне надо жить. Мне надо работать. Работать, чтобы хотя бы успеть за убегающим от меня вдаль Рублёвым. Но в хосписе возле его постели сидела жена. А не молодая особа, к которой от неё ушёл актёр. Спасал Марусева только морфин. Он не отвечал на телефонные звонки и попросил врачей не пускать к нему друзей и коллег. Он мне не сказал ничего. Он просто говорит, что я болею. Вот у меня ковид вроде как. На это намекнул. Их судьбы очень похожи. Красивые, знаменитые, любимцы женщин. Смертельный диагноз, хоспис, страшные муки в одиночестве и похороны в закрытом гробу. Друзья не увидели лица Олега Марусева перед тем, как гроб опустили в землю. У гроба крышка была закрыта. Он сказал, что не открывать никакого случая. Хочу, чтобы меня как-то помнили живым, как говорится. Чтобы он у всех в памяти остался вот тем Олегом Марусевым. Красавцем, барином, дамским угодником, артистом, артистом, артистом с большой горькой. Ольга Грозная тоже выполнила волю любимого мужа. Изможденным, худым и некрасивым его никто не видел. Евгений Меньшов похоронен на Троекуровском кладбище. Многих удивляет, что на памятнике не указано, что он был артистом. И я подошел к смотрителю кладбища. Он говорит, ну, сделайте табличку какую-нибудь. Я вам разрешу это написать. Забыть его улыбку невозможно. Зрители его очень любили. И он хотел, чтобы помнили его таким. Красивым и здоровым. Пусть жальются наши песни без конца. Пусть не будет в зале хмурого лица. Встретим песню добрым взглядом И пойдем по жизни рядом, Раскрывая двери и сердца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова